В эфире телеканала «Видная ТВ» новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. В апреле стартовала очередная призывная комиссия. Зачем мне помощь армия? Потому что, во-первых, укрепляет дух, характер. Кузнице чемпионов в бассейну «Дельфин» 30 лет. Всего 4 дорожки, и мы, именно мы, сделали олимпийских чемпионов. Каждый хвостатый достойен иметь свой дом и любящих хозяев. Мы с ними много часто контактируем, они постоянно у нас в руках. Стартовала очередная весенняя призывная кампания. Она продлится до 15 июля. Первые призывники муниципалитета уже получили повестки и пришли в военкомат. О планах по привлечению молодых людей в ряды вооруженных сил узнал Максим Козлов. Варюч, председатель призывной комиссии. Призывник Нехожин, Денис Олегович, на соседание. Наш призывник Нехожин у нас прошел обследование, признан годным к военной службе без ограничения категории годности А. 3 апреля начала работу призывная комиссия в Домодедовском военкомате. Именно сюда прибывают жители Ленинского городского округа, чтобы реализовать конституционное право проходить воинскую службу. И сейчас земляки обучаются военному делу в самых разных родах войск. В основном ребята желают служить в ВДВ, в спецназе, в разведке, морская пехота и так далее. Есть ребята, которые у нас проходят службу в президентском полку, в комендантском полку. То есть, да, все рода и виды мы охватываем, везде они проходят службу. Но прежде чем предстать перед призывной комиссией, молодым людям необходимо пройти медосмотр. Видновчанин Никита Булдыгин рассказал, что мечтает стать сапером. В армию он пошел действительно, что называется, по зову сердца, хотя и имеет право на отсрочку. Учусь в МГТУ имени Баумана, инженером. И для того, чтобы пройти срочную службу, я взял академический отпуск. Это связано с тем, что времена сейчас все-таки необычные. И лучше сейчас уметь, и пусть это в дальнейшем не пригодится, чем это внезапно будет необходимо. Уже в начале призывной кампании немало молодых людей самостоятельно приходят в военкомат, чтобы выразить свое желание служить в вооруженных силах Российской Федерации. Кабинет, в котором заполняются различные документы и анкеты, переполнен. И у каждого из этих ребят мотив пойти на военную службу в целом одинаков. Зачем мне поможет армия? Потому что, ну, во-первых, укрепляет дух, характер. Вот ради этого иду. Вооруженные силы из Ленинского округа в этом году планируется призвать порядка 160 человек. Службу срочники будут проходить исключительно на территории Российской Федерации. В сегодняшней призывной комиссии, в частности, мы видим призывников, но с горящими глазами, с уверенным взглядом. Испытываешь гордость и уважение к таким патриотически настроенным молодым людям, которые идут с честью и с достоинством защищать свою Родину. На службу вооруженные силы Российской Федерации призываются юноши возрастом от 18 до 27 лет. Срок его прохождения – один год. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. Бассейну «Дельфин» 30 лет. На днях сотрудники оздоровительного центра отметили эту круглую дату, а заодно вспомнили, как все начиналось, и поделились мыслями с нашим корреспондентом о долгом пути и достижениях. В репортаже Юлия Пагасьян. Далекий 93-й год. При Видновской седьмой школе открывается бассейн. Тогда им могли пользоваться лишь ученики этого образовательного учреждения, но вскоре и других близлежащих. В 2000-м «Дельфин» ушел в свободное плавание и стал самостоятельным детским оздоровительным центром. Все это время его возглавляет Гульнара Романадзе. 2005-й стал для «Дельфина» судьбоносным. В поселке Развилка у Видновского бассейна открывается филиал. На работу поступает тренер Андрей Шишин, который ведет спортивный класс и начинает растить будущих олимпийских чемпионов. Евгений Рылов прославил «Дельфин» на весь мир. Я всегда говорю, если ты создаешь условия спортсмену, воспитаннику, будем так говорить, тренеру, обеспечиваешь вот эту среду, где можно вырастить, то это все получается. Ты живешь этим, и ты мечтаешь об этом и реализуешь. То есть он еще маленький кричал, да, я буду олимпийским чемпионом, но у нас другого не должно было быть. За 30 лет через «Дельфин» прошло около миллиона человек. Сегодня в бассейне работает два направления – оздоровительное и спортивное. По-прежнему основной упор на занятия с детьми. Самое главное в нашей работе – это любовь. Любовь к детям, любовь к своей профессии. Мы мотивируем детей, потому что, как я всем говорю, мы их не купаем, мы их учим. Самое главное – это навык держаться на воде, быть здоровыми, уметь правильно плавать, чтобы было не стыдно, когда они выезжают на море, чтобы, когда спрашивают наших детей, вас где так научили плавать, они говорят – «Дельфине видно». Это гордость. Коллектив «Дельфина» – это сильная, сплоченная семья. Многие тренеры работают здесь с основания. Уже не представляют бассейн без своего руководителя Гульнары Романадзе, которая, как и 30 лет назад, не перестает мечтать и верить, что все задуманное сбудется. Это такой маленький бассейн, 4 дорожки, всего 4 дорожки, и мы, именно мы, сделали олимпийских чемпионов. Вот мечты сбываются, я всегда говорю, мечты сбываются, просто надо очень-очень хотеть. И никогда не было так, чтобы постучать по дереву, а вдруг не получится. Получится, и это будет. Так что это сбылась мечта, это хобби, это сбылась. И ты счастлива, потому что ты частичка вот этой истории, истории нашей страны. Сегодня все силы брошены на осуществление еще одной мечты – 50-метрового бассейна, который даст Ленинскому городскому округу новый виток в развитии спорта. Юлия Погасян, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВитнетВ. В апреле отмечается Всемирный день бродячих собак. Наша съемочная группа побывала в частном приюте «В Добрый путь» в Белиутове, сотрудники которого уверены, каждый хвостатый достоин иметь свой дом и любящих хозяев. Тему продолжит Екатерина Борисова. Съемочную группу «Видное ТВ» постояльцы приюта «В Добрый путь» встретили дружным, веселым лаем. Здороваются и хотят познакомиться поближе, объяснила нам владелец приюта Екатерина Барабанова. И как мы смогли лично убедиться, пока снимали этот сюжет, собаки здесь действительно очень общительные и дружелюбные. Они так увлечены вами, что теперь все. Частный приют «В Добрый путь» открылся три года назад. Ветеринар Екатерина Барабанова долгое время спасала и пристраивала хвостиков, используя свою квартиру как передержку. Но когда подопечных стало слишком много, взяла кредит, арендовала землю и построила для них временный дом. Порой бывает тяжело, денег часто не хватает. Но неравнодушные люди помогают приюту оставаться на плаву. Сейчас здесь живет 55 животных, и почти все они ищут любящих хозяев. Мы с ними много часто контактируем, они постоянно у нас в руках. Из-за того, что мы постоянно с ними работаем в руках, чешем, гладим, обнимаем, целуем, они прекрасные, добрые, контактные. И они прекрасно со всеми уживаются, со всеми семьями. И в доме им лучше, быстрее адаптироваться. Поля еще совсем молодая, ей всего 8 месяцев. Екатерина привезла ее из Тамбовской области. Там на трассе неравнодушные люди заметили двух выброшенных щенков и скинули информацию об этом в чат волонтеров. Екатерина забрала собак себе в приют. Одна из сестер Молли уже нашла свой дом. А вот Поля все еще ждет добрые ручки. Полинка очень добрая, ласковая, общительная. Она прекрасно ладит с кошками. Она замечательная, добрая, очень контактная. Все только положительное. Все, что можно ей рассказать. Естественно, она здоровая, привита, стерилизована уже. Годовалый барс тоже еще дом его. Екатерина подобрала на железнодорожной станции Расторгуева. Ему тогда был месяц. Мне сразу скинули фотографию на WhatsApp. Я поехала, его забрала с платформы. Он сидел под лавочкой на платформе, между путями, где ходят электрички. Сидел там, дрожал, дрожал, скулил. Ему сейчас только будет годик. Барс добрый, общительный, обожает играть и веселиться. И уже знает несколько команд. Так что, если вы предпочитаете активный отдых и любите прогулки на свежем воздухе, присмотритесь повнимательнее. Ну а тем, кто мечтает о спокойном и верном четвероногом друге, подойдет взрослый рассудительный 7-летний Гера. У него непростая история, но любовь и забота способны залечить самые тяжелые душевные раны. Забрали его от недобросовестного хозяина из Тамбовской области, который его просто бил. Если кто-то хочет спокойную, уравновешенную собаку, уже в возрасте, которая готова в семью, для дома, для пристройства, ну вот Герочка очень умный, очень воспитанный мальчик. Хочется надеяться, что и Барс, и Поли, и Гера, как и остальные подопечные приюта, наконец-то обретут свой настоящий дом, где любят, заботятся и не обижают. В Росторговской библиотеке прошла встреча Дмитрия Углева с учащимися в Видновской гимназии. На вечере ребята узнали о творчестве поэта и писателя и прочитали его стихотворения. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. К встрече с поэтом и писателем Дмитрием Углевым ребята из Видновской гимназии подошли с большой ответственностью, заранее познакомились с биографией и выучили стихотворение. Первый раз, когда я видела в жизни поэта, это было интересно о том, что он сегодня пришел к нам и хочет рассказать о своих стихотворениях и произведениях. Не ожидал такого, ворот событий. То, что к нам придет сюда поэт, который написал множество очень интересных и поэтических книг. Дмитрий Углев – постоянный гость и участник творческих мероприятий Расторговской библиотеки. Совместно с заведующей Татьяной Пономаревой даже выпустили несколько книг для детей. Татьяна Сергеевна занималась иллюстрациями и оформлением. Мы часто приглашаем на наши мероприятия и стараемся детей знакомить с творчеством людей, которые живут в нашем городе. На встрече видновский поэт рассказал о своем творческом пути, о том, что начал писать стихи еще в школе. С друзьями организовали музыкальный коллектив. Сначала перепевали песни известных исполнителей, потом решили создавать свои композиции. Тексты к ним писал Дмитрий. Закончили школу, разошлись, у всех появились семьи. И на этом процесс прекратился. Очень долгое время я вообще не писал ничего. И писать начал, возобновил свою творческую деятельность где-то в начале 2000-х годов. Для выступления дети выбрали стихотворение, которое им ближе и интереснее. Диму Козлову нравятся стихи на военную тему. Не дает заклятым друзьям жить спокойно славянский наш мир. Что ж, подобно русским князьям, вновь устроим для ворога пир. Сначала я волновался, а когда рассказал, уже стало лучше. А Макару Калташову приклянулось произведение о родной природе. Выбрали стихотворение «Весна», потому что я так обрадовался, когда начал таять снег, потому что уже близко лето. Некоторые стихотворения были достаточно сложными, но Дмитрий оценил старания ребят. Ну а в планах библиотеки продолжать творческие встречи с писателями и поэтами Видновского края. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!